приветствую я давид звания благодарен тем кто пишет комментарии и поддерживает мою риторику сразу обращаю ваше внимание информацию которую я озвучиваю проверить сложно но ее уже озвучивали неоднократно многие более того множество из фактов есть в открытом доступе более того все участники процессов того времени живы и даже активно участвуют в политике или же выступают на телевидении кто-то конечно ушел в тень или малозаметен но важно то что именно от тех роковых шагов и поступков этих безответственных людей мы имели первый майдан второй это что мы имеем сейчас и так кто эти люди олег рыбачук роман зварыч александр волков николай катеринчук вера ульянченко евгений марчук петр ющенко катерина ющенко ярослав ющенко петр порошенко андрей поруби александр турчинов виктор балога игорь пукшин сергей бондарчук владимир горбулин игорь глинив сергей буряк я не черновецкий юрий стец сергей пашинский анатолий гриценко александр динченко константин григоришин сергей тегибко леонид кучма виктор пинчук и другие упомяну также евгения червоненко и бориса березовского в общем и целом сегодня тыкать на кого-то пальцем смысла нет вообще никакого более того результатов от распутывания этого змеиного подло не было и не будет половина из тех людей кто занимают сегодня в жизни активную позицию знать не знали этих фамилий и даже не собираются этим интересоваться но поскольку я работаю планирую работать и дальше не это важно чтобы делать все работы над ошибками учитывать все риски и не давать возможность подобным паразитирующим фактором влиять на процессы и дальше я также рекомендую для тех кто интересуется вопросом пользуйтесь интернетом находите выступления этих людей и так в деле ющенко и оранжевой революции было множество мифов сплетен и глупости и так изначально партия создавалась мной и финансировалась мной и коле мартиненко поэтому когда мы заняли место в парламенте и начали работу виктор ющенко сразу приступил к подготовке президентских выборов это было это было наше основное решение ему было не нужно да и не интересно ходить на работу парламент он был увлечен концепциями новой украинской новой украины поэтому был сосредоточен на мечтах о президентстве политика такой занимался я мы были не агрессивной партии мы не продвигали никаких радикальных и тем более националистических идей более того ющенко человек был весьма спокойный и рассудительный он видел страну по-гоголевски ему хотелось чтобы украина была такой как вечера на хуторе я бы сегодня сказал что его политическое кредо было этнический романтизм я не произношу слова государственный или национальный именно этнический я лично руководил его штабом но недолго его жена катерина решила что она тоже может руководить и штабом и семьей поэтому она создала свой отдельный штаб доступ к нашему штабу был сильно ограничен евгений червоника может или подтвердить или опровергнуть именно ко мне в офис он приходил когда хотел стать частью нашего политического движения мы тогда называли это кодовым словом без трусов сейчас можно вспомнить и посмеяться мы не мешали катерине работать хотя сейчас я понимаю что нам это стоило по сути карьеры страны и будущего тогда к нам к нашему офису подключился борис березовский все почему-то считают что он финансировал проекты и тем более давал деньги на майдан это все ерунда он был очень фанатичным и увлеченным человеком иногда казалось что он реально действующий политик работающий в стране он мог быть на телефоне по 8 12 часов и из него перли идеи и мысли тогда уже было понятно что он сильно побил горшки из россии и его желание было создать цветущие сады в украине и жить в этой стране романтизме ющенко он видел перспективы спокойной либеральной страны где серьезно где серьезного и завид для серьезного и завидного сравнения с россией им было важно им грела душу что можно вот так легко прилететь из москвы в киев там суета толкотня а тут еда тишина размеренность и все можно они видели украину того времени как страну исключительно познанную в сравнении с россией повторюсь никакой агрессии никакого противоставления если хотите даже такой пример победить россию сладостью вареников с вишней борис был очень сильно увлечен и действительно на каком-то этапе он привез деньги он считал что новая страна откроет ему перспективы нового диалога и пример для изменения в россии он не общался с штабом катерина ющенко он терпеть не мог этих людей провинции их не провинциальность и и невежество туда же входили и входила вся компания которая перечислял выше порошенко ульянчика и многие другие конечно мы понимали тогда что просто так кучма не уйдет точнее вариантов как таковых не было но активы и политическая активность просто уйдут тени первые плохие новости прилетели когда накануне выборов на штаб ворвались группа вооруженных людей вытащили все документы позабирали всю технику нас то понятно дело поменяли все руководство нас то понятно дело не трогали потому что мы на тот момент были весьма авторитетными людьми в итоге все что мы делали и в том числе образ ющенко и он сам оказались в новом офисе катерина ющенко весь вооруженный захват нашего креативного штаба был организован как я сейчас уже понимаю порошенко и бессмертным и по сути с этого момента началась история с отравлением а по факту третий срок кучмы это была их проработанная концепция сила забрать образ ющенко и дальше руководить процессом такой себе партийный переворот накануне выборов кучма как автор этой концепции давал власть в руки своим по сути людям и в случае победы ющенко становился теневым президентом тогда его поддержали несколько либерально настроенных олигархов из россии о них я расскажу в другой раз таким образом еще до самих выборов оказалось что судьба выборов решена путем захвата кандидата из списка в партии на тот момент кучма уже было под колпаком у сша а его взять пинчук работал с фондами сороса в европе если вы внимательно следите за моим видео то я рассказал в мае как подробно достаточно подробно про все схемы сороса в украине через фонды пинчука так вот с момента когда виктор оказался под их полным контролем о нас по сути отстранили от политической части тогда-то и включил включились сценаристы и авторы политической политических революций сша ющенко имел наследственные болезни не буду называть кто его ближайшие родственники тоже имели проблемы с поджелудочной и такие же точно следы на лице поэтому сценарий был написан заранее вывести кандидата из страны посадить ему по желудочную раздуть скандал с образом отравления инициировать людей раздуть это все в сми оградить от этого окружения и тем более подальше убрать россию а лучше всего списать это все на работу россии после чего на жалость на жалость украинского народа внести нового президента на трон и убрать неугодного кучмы улавливайте иронию кучма один из авторов проекта по которому сам вместо себя ставит нового кандидата так начинался новый ужасный этап распила и распродажа страны если я в чем-то не прав я готов отвечать за свои слова интересно что скажут другие конечно но и по поводу политической проституции многие обвиняют меня в этом но я так скажу то как через постель попасть в политику спрашивайте лучше не у меня лучше катя ющенко и вера ульянчика в этом мало кто разбирается на связи